Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня воспаление уретры. Как у мужчин, так и у женщин. Это воспаление мочеиспускательного канала. Повторюсь, как у мужчин, так и у женщин. У всех протекает по-разному. Чаще всего западная медицина говорит, что протекает с зудом, с дискомфортом, с неприятным запахом и выделением гноя. Что человеку нужно знать? Согласно восточной философии. Не западная, а восточная. Западная. Интернет вам в помощь. Анатомический сайт вам в помощь. Что нужно знать? Согласно восточной медицине. Что все 12 меридианов контролируют мочеполовую систему. И в каком состоянии эти меридианы при тех или иных воспалительных заболеваниях, как нам говорит западная медицина. На самом деле они воспалительные, согласно глазами восточной медицины. Наши с вами меридианы. Они воспалились, либо они слабые. Вот для этого проводится диагностика 12 меридианов. Понятно. Почему? Вообще-то мочеполовая система, это самая система, она является барометром нашего организма. Я бы так ее назвал. И по мочеполовой системе можно судить о состоянии нашего организма в целом. Потому если ваш барометр начинает хандрить, либо, скажем так, сбой давать, пожалуйста, посмотрите в каком состоянии весь ваш организм в целом. Понятно, да? Я приведу простой пример. Человек делится по простой теории, согласно восточной медицине, теория инь и янь. Все то, что до точки ВЦ6 ЦХ, выше точки ВЦ6 ЦХ, это все яньская территория. Все то, что ниже точки ВЦ6 ЦХ, это все яньская территория. Если у человека начинаются проблемы с мочеполовой системой, ему достаточно, достаточно человеку выполнить первую, скажем так, заповедь восточной философии. Нормализуй инь и янь. Потому что точка ВЦ6 ЦХ, извините, что не назвал эту точку, скажем так, первая берется в рецепте для чего? Для того, чтобы снять воспалительные процессы в уретре. Как у мужчин, так и у женщин. Понятно, да? Ну и наводится порядок в тех меридианах, которые непосредственно контролируют уретру. Пожалуйста, смотрим, как простирается данный меридиан. Он контролирует всю мочеполовую систему, как у мужчин и женщин. Данная точка R10 ИНГУ, если вы уверены на 100%, что ваше уретро в воспалительном процессе, расслабляем. Но люди в преклонном возрасте иногда воспринимают воспалительные процессы как воспаление. Но на самом деле, может, не хватает энергетики. Поэтому данную точку можно, что в преклонном возрасте, тонизировать. Вследствие чего вы что-то тоже уберете воспалительные процессы. Лучше всего провести диагностику 12 меридианов, чтобы видеть, в каком состоянии ваша энергетика и не янь. Восстановить ее в норме и тогда что воспаление уретры пройдут. И содержать в норму весь ваш организм очень просто. Нужно знать свои уязвимые меридианы и частенько их что содержать, либо подталкивать к норме. Но это уже другой разговор. Спасибо за внимание.